нинтендо свитч в принципе в интернете о нем рассказано пересказано но мной лично эта консоль затрагивалась крайне редко несмотря на то что она у меня есть этим видео я постараюсь закрыть эту зияющую дыру и так купила нинтендо свитч а именно light версия который пойдет речь в этом видео в декабре прошлого года купила его для того чтобы специально брать его туда где собственно нет доступа к моим привычным игровым платформам например в деревню но этого бы видео наверное и не было если бы в моей портативной жизни так сказать не произошло событие еще в прошлом году для свеча вышел ведьмак 3 но до моих рук он добрался лишь в марте текущего года и это как раз таки является тем самым событием из-за которого собственно снимается это видео еще в 2017 году когда я впервые взял руки нинтендо свитч одолжив его у своего друга специально для обзора еще на старом канале я констатировал что консоль собственно там не нравится но к сожалению игры которые на нем выходят лично меня абсолютно не интересует и приводил в пример что если бы вместо скажем legend of zelda мне дали на свече поиграть ведьмак 3 то это консоль я бы приобрел не задумываясь и вот она свершилась люди по-разному могут относиться к детищу сиди project red но по моему скромному мнению ведьмак 3 это лучшая игра в принципе выходившая в истории игровой индустрии мне нравится этой игре абсолютно все лично для меня это шедевр до которого другим играм очень далеко и когда я впервые запустил ведьмака на свеч лайт у меня открылись глаза раньше я в принципе не признавал портативный гейминг у меня никогда не было psp или или nintendo 3ds ибо те игры которые в них были я считал неким огрызком в отличие от игр которые выходят на больших платформах и даже когда я купил playstation vita в 2015 году чтобы наконец проникнуться этим самым портативным геймингом я им не проникся маленький экран неудобное управление слабая графика и тому подобное убеждали меня в том что подобные консоли не более чем пустая трата денег x switch light до марта месяца двадцатого года я относился ровным счетом точно также пока у меня не появился ведьмак 3 него кстати подарил друг на день рождения за что ему в очередной раз говорю спасибо так вот до того момента как мне появился ведьмак 3 на свече я начинал подумывать а зачем я вообще купил в деревне езжу не часто на работе с собой или куда-либо не беру лежит дома пылится и несмотря на то что консоль собственно мне нравилось но играть на нем не было все равно не во что и тут появляется ведьмак 3 подобные сторонние игры на свече начали появляться в принципе уже давно и сейчас ростер игр довольно богатый например у меня есть мк-11 но опять же до ведьмака я был уверен в том что зачем мне играть в большие графонистые игры на свече с урезанной графикой и так далее если у меня есть xbox one x на котором у меня 4k hdr крутой геймпад и тому подобное более того многие игры дешевле купить именно на xbox так как на свеч они стоят довольно дорого тот же ведьмак стоит четыре с половиной тысячи рублей тогда как на xbox я ведьмака покупал за 300 рублей понимаете разница колоссальная но стоило мне запустить ведьмака на свече я наконец понял простую истину когда у тебя в кармане полноценное игровое решение которое запускает полноценную 3пл а игру от которой ты еще и балдеешь это дорогого стоит где бы ты ни был геральт из реви всегда будет с тобой я в деревне я играю ведьмак я в толчке я играю ведьмак я на работе я играю ведьмак только начальнику не говорите я на улице играю ведьмака замечательно ну я думаю вы поняли фишку в этом плане именно switch light предлагает ультимативно портативное решение после лайта я держал в руках стандартный switch и нет он слишком большой он неудобен но абсолютно не портативный switch light можно в карман джинсов положить и пойти по своим делам главное стекло налепить или пленку на экран чтобы ничего там с ним не случилось ну или кому надо конкретных чехлов приобрести всего этого добра кстати в магазине аркада просто навалом сумки для переноски чехлы не чихую дополнительные геймпады и тому прочее это не реклама просто полезный совет потому что в других магазинах моего города такой россыпи приблуд для свеча я не видел что касается самой игры я конечно не ожидал что будет настолько качественно то есть понятно что здесь низкое разрешение и присутствует некоторое мыло в некоторых местах и более того если наверно запустить на телевизоре то скорее всего вы выдавите себе глаза но вот на switch light честно говоря я думал будет намного хуже здесь небольшой экран он даже меньше чем на моем телефоне и соответственно на таком решении эта игра выглядит более чем приемлемо более того относительно недавно игра была обновлена и получила настройки графики посредством которых можно эту самую графику улучшить сделать чётчую текстуру убрать замыление и тому подобное по итогу игра выглядит отлично я не знаю зачем играть на низкие настройки графики на максимальных вроде бы серьезных проседов не наблюдается вообще игра работает стабильных 30 фпс собственно как и на больших домашних консолях что касается удобства управления конечно оно не такое как на полноценном геймпаде но вполне сносное привыкнуть можно легко а также благодаря своим параметрам на switch light играется более удобно чем на стандартном switch тот заметно больше тяжелее и джейкон еще и люфтят единственное что мне не совсем понравилось это то что консоль при долгом использовании все же заметно греется его задняя часть не то чтобы критично но вызывает некий дискомфорт что касается долгого использования ведьмака с полного заряда можно играть до четырех часов затем консоль выключится и вот тут офигенная фича которую я обнаружил когда мне консоль выключилась по окончании аккумулятора когда я зарядил аппарат и снова запустил игру она продолжилась с того момента где консоль выключилась охрененно то есть получается так что консоль не полностью вырубается а как бы уходит в режим ожидания но при этом не подают никаких признаков жизни пока не подключишь к розетке отличное решение просто замечательно ни один сейв ни один прогресс таким образом не слетит даже если консоль отключится в самый важный момент в общем я сейчас нахожусь в таком состоянии как будто сделал для себя некое серьезное открытие и ведь так оно и есть несмотря на то что я знал о том что все это есть на свече что эти игры есть есть эти возможности но пока сам не попробовал я не понимал насколько портативный гейминг может быть крутым даже если вы из тех кому ведьмак скажем не зашел сейчас на свече в принципе куча игр выходит не только от самой нинтендо так недавно вышла коллекция метро и что приятно отметить как оказалось на них проводятся хорошие скидки и довольно часто мартал комбат 11 купил всего за полторы тысячи рублей например тот же ведьмак 3 недавно в e-shop продавали за 3300 рублей короче говоря я не то чтобы становлюсь нинтендобоем но отныне буду уже с интересом наблюдать за его развитием и ждать релиза на этой приставке своих любимых игр и даже если они у меня будут на xbox или ps4 то отныне я вижу смысл приобрести их и на свитч за сим я заканчиваю свой восторженный монолог всем всяких благ не болейте всем пока и удачи